Вже уменла Украина, и ихня слава и воля. Трисонец в тебя, шикарный. Хоть бы посопротивлялись, хоть сколько-нибудь. Все про ядерную, про атомную войну с Америкой. Там у вас 4 километра до Америки. Доллары, это же валюта Соединенных Штатов. Доллары, это же валюта Соединенных Штатов. Вы сразу руки вверх и сдаетесь? Нет, да, и ты тоже учишься. Хоть бы посопротивлялись бы хоть сколько-нибудь. Вопрос к вам есть серьезного характера. Воспользуемся. Как вы думаете, как долго еще продлится война? Ты спросил. Ты знаешь, я вот когда родился, в 50-м, 51-м году. Тогда все про ядерную, про атомную войну с Америкой. И вот до сих пор жду, когда же это вот закончится. Наберись терпения. Ты, может быть, застанешь. Миру мир когда будет. Я-то уже разуверился. Я-то уже разуверился. Русско-украинская война. Когда закончится? С Америкой вы что-то воевать никак не хотите. Там у вас 4 километра до Америки. Никакого желания что-то нападать на Америку у вас нет. У вас граница рядышком буквально. А когда холодно, вообще можно пешком перейти. Ну что-то вы не хотите с ними воевать. Я имею в виду Аляску. Я имею в виду, что у вас есть граница с США. Вы могли бы вообще перейти пешком туда. Отправили бы войска и вперед. Но вы что-то не хотите воевать с США. Вы с Украиной хотите. Как вы думаете, русско-украинская война долго еще продлится? Ну, я не знаю, сколько у американцев золотого запаса. Вот, например, афганская 20 лет длилась. Ну, правда, они за 3 дня. Раз, и сели в свои эти вертушки. 3 триллиона там долларов оставили. И бросили от Афганистана. Ну, тут на Украине. Если про деньги, ну разве это вообще большая проблема? Посмотрите, Россия продает нефть за доллары. Я про американские деньги. Россия продает нефть за американские доллары. А деньги от продажи этой нефти вкладывают в облигации внешнего займа Соединенных Штатов. То есть в итоге Россия нефть отдала физическую, а получила... А санкции экономические? Санкции экономические? Санкции экономические не дают вам развиваться. У нас ни одного доллара не вложено в Америку. Кто он такой сказал? Ну, у нас... Да вот, посмотри в Ютубе. Я как-то заинтересовался. В Ютубе надо посмотреть. У нас торговый оборот с Молдовой больше, чем Соединенных Штатов. А вы в Молдове платите чем? Какими деньгами вы с Молдовой расплачиваете? В сравнении эквивалент долларовый. Вы с Молдовой расплачиваетесь чем конкретно? Это Молдова. У нас закупала газ, а потом что-то не склеилось, и они растут. Ну, был какой-то оборот в Долларовый. В Долларовый? А Доллары? Санкции. Доллары? Это же валюта Соединенных Штатов. Верно? Ну, верно. Ну, так это они их печатают, получается. Ну, они их печатают. Так как же они у них могут закончиться, если они их печатают? Не закончится. А я тут что-то сказал, что у них доллары не закончатся. Так вы же говорите, когда закончится у них золотая валюта какой-то там резерв, запасы у них закончится. Как они у них закончатся, если они их печатают? Они же не могут закончиться. Я тебе ничего не сказал про их золотого. Я просто сказал, что они на нас санкции наложены экономически. Ну, я спрашиваю, когда война закончится, как долго еще она продлится? как вы думаете понятно зато начинается рекрутинговая компания то о чем мы так с вами долго говорили наконец-то начинает в телевотос в житях до месяца барана заявило про начало рекрутинговой компании все однофронтники в один голос типа х что-то дождался два теперь и крутинга вы все равно не идете так это же не рекрутинг но и так нельзя это то симулятор этой это обман людей не рекрутинг рекрутинг подразумевает как минимум подписание контрактов с временем окончания контракта фиксированным что вполне логично для людей вполне логично я все ты патриот бачишь себе силы статы на захист нашей украины любишь рады в кс-гоу валоранты фортнайт пиши ты потребен человек такой ну хорошо кс-2 уже вышла кстати да не актуально но тем не менее либо ну хорошо давайте как какие условия какой контракт и вы предлагаете какой можно подписать контракт на полгода можно подписать контракт на год нет почему контракт вот мне хотел еще публично в стриме сказать мне много написали в личку но много людей типа андрей посмотрите вот вышла статья на сайте сены 2 будет войны подходит концу вооруженным силам украины требуется больше людей для введения кровопролитной войны на стечение против россии страны населения которые более чем сразу превышает население клин это пишет уже западные ведущие западные сми они неожиданно заметили у нас проблему с мобилизацией проблему нехватки личного состава киев публично не раскрывает целевые показатели численности личного состава не называют вообще количество погибших и раненых хотя потери с обеих сторон с февраля исчисляются сотнями тысяч трудно составить точное представление о том насколько украинцы откликаются на призыв служить в армии министерство обороны в принципе заявила про начало рекрутинговой кампании но мы с вами обсуждали эту проблему и в стримах и в чате довольно давно и мы с вами говорили тогда еще когда вот это в самом начале зарождающейся проблемы что стране нужна была рекрутинговая кампания хорошая эффективная рекрутинговая кампания это мы про это говорили с вами еще зимой 23 года которая была январь-февраль не той которая декабрь будет а еще год год назад весной мы уже с вами выработали какое-то возможное решение этой проблемы совместными усилиями что есть возможность проведения рекрутинговой эффективной кампании и это решало бы вопрос не решила бы однозначно сто процентов но решала бы вопрос при этом не снижая мотивацию не демотивируя население операции бусик тоже снижать демотивировать население снижать мотивацию населения гражданских вот вот этими насильственными мобилизациями это просто смерти подобно это хуже влияет на страну чем введение боевых действий и в целом война понимаете на гражданских в тылу ведь от тыла практически все зависит и летом мы пытались с вами изменить эту ситуацию пытались хотя бы в информационном поле обращались к политикам публично и вы и я я в стримах вы в комментариях какие-то делали действия летом бесполезно как об стенку горохом насмешки насмешки со стороны блогеров молчание предательское со стороны оппозиции политики которые делали вид и блогеры на сегодняшний многие кто идет что не замечает этой проблемы что ее нет это самая обсуждаемая и самая важная проблема украинского общества на сегодня две проблемы насильственной мобилизации и массовая иммиграция украинцев закрывают глаза делать вид что этой проблемы нет и уже этой осенью в начале осени мы с вами пришли к логичному совершенно простому выводу про бесполезность этих тщетных попыток изменений все уже ну просрали понимаете зашкалило когда в определенный момент количество видео про операцию бусик и количество этих комментариев перевалило за десятки тысяч где люди демотивированы именно этим поведением сотрудников тцк и отсутствием реакции со стороны властей то сегодня уже говорить проверки на какой-то совершенно бессмысленно а так называемая рекрутинговая компания министерства обороны она разве может ситуацию поменять изменить ну как объясните мне я называю вещи своими именами рекрутинг без возможности заключения рекрутами военных контрактов на определенный срок разве возможен любой рекрут который хочет ну который изъявил желание заключить контракт он разве может заключать контракт на всю жизнь ну да пока тебя не убьют или пока не будет какого-то серьезного ранения но и после серьезного ранения у тебя все равно не будет возможности демобилизоваться все равно ты будешь обмеженно придатный и тебе будет выплачивать еще меньше там 560 гривен будешь получать и все а домой мы тебя все равно не отпустим ну то есть у тебя не будет возможности закончить этот контракт разве это возможно почему до сих пор рекрутинговая компания не подразумевает контракты на 5 лет крутой контракт типа ага хочешь много денег хочешь много плюшек на пять лет заключай контракт кто-то быть может готов на полгода всего заключить контракт с гарантией того что через полгода человек контракт закончится и он поедет домой почему такого нет до сих пор разве то рекрутинг нет на год можно заключить контракт на три года почему рекрут не может подписать контракт на 6 месяцев почему нынешняя сегодняшняя система рекрутинга позволяет в лучшем случае выбрать себе специальность и подразделение что это означает это выглядит вот так все равно тебя в бусик посадят и насильно привезут поэтому ты чтобы вот это вот все равно тебе этого не избежать потому что ты же сам понимаешь почему поэтому сегодня выбирай себе специальность и подразделение человек выбирает специальность и подразделение все в порядке его мобилизуют проходит в лк приезжает туда ну куда то куда нужно в батальон свой а в батальоне не хватает пехоты ну то есть самые пехоты которые в принципе и не хватает из-за которой вот проблемы нехватки личного состава и не писари в штабе хватает везде а пехоты нет штурмовиков не хватает и этот человек соответственно понятное дело в военном билете у него указана специальность он должен быть операторов дронов дронов там ну тогда ему говорят мне часто там вот на передке не хватает нам солдат поэтому тебя быстренько переписали ты же стрелок ты же прошел на полигоне может быть стрелком вот это вот специальность твоя стрелочек мы тебе переписали все у тебя приказ от командира батальона вот туда в окоп типа еще будет не прав командир батальона будет прав ему пехотинцы нужны ему пехоты не хватает и все а контракт а контракта нет а когда он демобилизуется человек никогда нехватка жилищного состава именно в пехоте а пехотинцев как можно привлечь теоретически практически сегодня это сложнейшая задача но теоретически можно хорошими базовыми условиями контрактов то есть базовые условия контракта базовые условия контракта хорошие это хорошее денежное обеспечение вещевое обеспечение и социальные какие-то льготы социальные плюшки от государства в целом потому что ты служишь и ты выбрал вот такую работу прозрачная должна быть система дополнительных платежей в виде премий это прозрачная система это не принципе типа если вдруг и ты добьешься напишешь 100 тысяч миллионов каких-то бумажек соберешь соберешь от влк какие-то записи потом тебе там воинская часть 100 тысяч штампов печати потом ты вот такую папку документов соберешь и через полгода год возможно тебе что-то выплатят нет такого быть не должно быть прозрачная система выплат прозрачная система и должна быть прозрачная система дополнительных платежей в виде премий в том числе от бизнеса так как это делают русские ничего нет зазорного в том чтобы взять и использовать какие-то эффективные методы рекрутивной компании от врагов ничего там нет зазорного бизнес участвует в системах дополнительных платежей делают их прозрачными то есть не за этом большой бизнес ну ахметов порошенко я не знаю там люди владельцы каких-то крупных компаний сами компании говорят так и так за каждый там не знаю там образно до подбитый танк например мы доплатим бойцу или подразделению которая там сможет распределить потом эти денежные средства вот такую сумму все вот такая будет наша помощь подбили танк а самолет подбили вот столько мы деньги дадим от бизнеса именно то есть какая-то система поощрений типа не просто у тебя база а если успешное не введение боевых действий службы то ты получишь какую-то премию логично логично где это есть и не только от государства где прозрачная эффективная система страховки кто страхует ведь это же работа связанная с естественно с огромным риском с риском для жизни риском для здоровья кто страхует жизнь и здоровье государство или возможно это прозрачная система страхования ведь рекрутинговая компания подразумевает в том числе и это обязательные выплаты в случае ранения а а различные социальные гарантии какие социальные гарантии ну типа рекрутинг ребята вас все равно в бусик посадят поэтому давайте идите к лучшему так как нам это не рекрутинг это говно система социальных льгот социальных гарантий где коммунальные платежи отсрочки по кредитам закрытие каких-то кредитов тем более если это связано с государственными банками у нас а счет банк и приват банк являются государственными ну и так далее какие-то льготы социальные льготы выплаты на детей какие-то если у тебя двое я хотел такие будут выплаты а бесплатный садик бесплатная школа никогда не сдаешь на шторы а бесплатные курсы английского и бесплатные там курсы для детей военнослужащих которые это не где-то там когда-то от волонтеров добровольцев в виде благотворительной помощи а государственная программа льготы для обучения детей тех у кого дети являются студентами студенческого возраста возможность для поступления в вузы не только в украинские а в заграничные это никак не связано с огромными финансами любые страны которые сегодня поддержат украину поддерживаются такую программу было бы желание договориться с ними и было бы желание включить это в систему рекрутинга этого тоже нет качественное медицинское обслуживание для пожилых родителей страховка какая-то медицинская для родителей типа подписал на 5 лет контракт но твоих родителей если что вообще там в германию повезем учиться на учиться лечиться но это уже нет а почему а потому что вместо этого те миллиарды которые есть в стране тратят на строительство огромных стадионов в этих далеких селах сакуры садят вдоль улиц городов в тылу на миллионы воруются эти миллиарды и это не просто его вы напрасно тратите деньги вы потратили миллиарды на строительство огромных стадионов в селах они их не потратили и стадион эти нафиг никому не нужны это просто распил бабла и все не заменит нехватку солдат вот эти вот наловленные в бусиках по всему по по всей стране люди демотивированы как или которых поймали на границе которые хотели сбежать на волю но не заменят они это неправильно это не будет та сильная армия это будет совковая принудиловка совковая армия которая не может маленькая армия украинская государства меньше не может победить большую советскую которая у русских а все опять почему а кстати да и дроны и машины для фронта кто будет покупать волонтеры соберут последние копейки с простых людей а мы потратим миллиарды на строительство стадиона потому что коррупция убила систему мобилизации это коррупции и убил они не хотят не желают не понимают демотивируют людей коррупция убила систему мобилизации и сегодня этот рекрутинг так называемый который они называют это не является рекрутинг это обман это чистейший обман это не про ну это это слово неправильно используется слово хорошее а сама по себе система не является рекрутинговой системе потому что и руки нужен эффективный они просто назвать это рекрутингом в бусик запихивают людей а коррупции убила в том числе дипломатию и международную поддержку когда вот это вот происходит понимаете вот это вот когда в запорожье находят вот эти вот спальники вот это вот вот это вот постельное белье украдено сотнями тонн 200 тонн гуманитарки только там нашли конечно же это убивает дипломатию понятное дело никто помогать не хочет когда вот такие вот новости читают опять кто убил дипломатию международную поддержку коррупция и коррупция в итоге убила и страну потому что страна не может существовать в этой вот в коррупционной в этой схеме воровать нечего если завтра а так уже произошло международная поддержка финансовая потихонечку закрывается то и воровать будет нечего все уже тогда уже только самоедство ну типа должен поедать куски собственного тела коррупция убивает в буквальном смысле слова а виноваты все равно виноваты все равно будут кто вы прекрасно знаете кто кто виноват будет пишите в чатик а